Добрый день! Вот когда мы посмотрим на эту тему про умение решать вопросы, действительно может показаться, что это банальность. Почему, собственно, я подняла этот вопрос? Вот в зале, смотрите, сколько народа. И все могут подумать люди, ну все же, мы же как-то решаем свои вопросы. Мы же как-то делаем, мы же справляемся с ними. И, в общем-то, делаем это хорошо. И вообще это как-то вроде понятно. Надо уметь там решать важные вопросы в своей жизни. Но вы знаете, когда я думала об этом, и, кстати, начала я об этом думать уже, мне кажется, последние лет 7 в своей жизни, я как-то начала пытаться понять, а вот что позволяет людям действительно быть эффективными в решении своих жизненных вопросов. Я поняла, что прямо большинству из нас есть куда стремиться. Мне есть куда стремиться. И людям вокруг меня я прямо вижу, как у них есть темы, где они как-то застревают, и вопросы, в которых не решаются. Переключается. Он немного тормозит, вы понастойчивее. Да, я буду настойчивее. Вот какие вопросы приходится решать вам? Вот если подумать буквально 3 секунды, подумать, вот какие сейчас у вас, вот лично у каждого, перед вами стоят важные вопросы. Ну, давайте я приведу примеры, да, сама. Какие могут быть важные вопросы? Что такое важные вопросы? Например, у многих женщин. И у мужчин, кстати, тоже. Я знаю многих мужчин, у которых один из первых вопросов на данный момент жизни – это как хорошо жениться. И у женщин, да, мы знаем, что очень часто есть вопрос, что я хочу выйти замуж. Я хочу выйти замуж за правильного для себя человека. Я хочу, чтобы у меня была хорошая семья. Это важный вопрос. Есть мега важный вопрос, с которым многие, может быть, из вас уже столкнулись. Смотрю, что много молодежи, наверное, кто-то столкнется еще в будущем. Это как воспитывать детей. Это мега вопрос, который, знаете, он так нас сопровождает на определенной всей жизни фактически. И там можно совершенствоваться бесконечно. Есть такие более мелкие вопросы, да, как я хочу поменять работу, я хочу чуть больше начать зарабатывать, я хочу даже создать свой бизнес. Ну, это, кстати, уже не мелкий вопрос, это бывает такое качественное решение. Ну, или совсем мелкий вопрос, я хочу хорошо провести свой отпуск. Тоже можно подойти к нему по-разному. И что нам мешает часто решать наши вопросы? Я здесь вывела на первый пример – это страхи. Вот здесь я хочу сказать, что вообще бояться – это нормально. Это нормально, люди боятся, то есть это нормально абсолютно. Но вот когда я думаю про себя, да, у меня давно своя компания, я много занимаюсь продажами. И вот я, например, подумала, думаю об этом примере, что если бы мне надо было позвонить, какому-нибудь человеку очень высокого уровня. Ну, когда я начинаю думать, кто для меня человек очень реально высокого уровня. Ну, я начинаю думать, хорошо, там президент нет, ему как-то, точно у меня, наверное, не будет поводов никаких позвонить. Думаю, ну, хорошо, возьмем директора какого-то известного, просто человека большой компании, там, Олег Тиньков, ну, например, я с ним не знакома. Лично мне надо было бы что-то от него попросить. Хотелось бы мне что-то с ним делать, какой-нибудь проект, попросить. И вот я представляю, что, скорее всего, я бы сразу это не сделала. Я выходила, мне было бы страшновато, как-то неудобно, я бы боялась. И ладно бы я боялась, главное, что я бы этого не делала. Какое-то время точно не делала бы. Я бы не делала это в день, может быть, два. Может быть, на третий день я бы как-то смогла себя подвигнуть и позвонила бы все-таки. А может быть и нет. Может быть, знаете, как-то бы ситуация рассосалась, вопрос как-то пропал или необходимость бы отпала. И в итоге, может быть, я бы не решила какую-то вообще важную тему, что-то не сделала бы. И, в общем-то, из-за страха. Или вот еще прекрасная тема. Я надеюсь, что здесь... Я недостаточно хорош. Я недостаточно хорош. Знаете, это вот у меня знакомая такая, она зарабатывала не очень много денег. Она работала в нормальной компании, она все там, скажем, я не помню. В общем, 70 тысяч рублей. Я думаю, ну как-то я, наверное, вот этих денег и стою. Ну как-то, мне кажется. И она понимала, что ей нужно больше денег зарабатывать. Больше денег. У нее был маленький ребенок, она жила с родителями. Понимала, что как-то надо же решать эту ситуацию. И вот какое-то время она в этом болталась, болталась, болталась. Но потом как-то вот звезды все-таки сошлись. И на одном из собеседований, которое она проходила, ей спросили, сколько денег вы хотите зарабатывать? Вы, наверное, знаете, да, любят всегда задавать этот вопрос. И она так вздохнула. Она же давно все посчитала, сколько денег ей надо. Она же все это понимала. И там сказала 140 тысяч рублей. И работодатель сказал, хорошо. И так, в общем, вопрос решился. Как бы она все сделала, что хотела. Но вопрос в том, что она ходила много месяцев. Много месяцев этого не делала. И вот это тоже очень важная тема. Знаете, как часто вы слышите сейчас фразы, знаете, такие. От своих друзей, например. Ну ладно, не получилось, но, наверное, мне это было и не нужно. Наверное, всегда же все к лучшему. Как-то надо как-то переработать, и, наверное, я пойму, что это для меня только хорошо. Знаете, это очень часто такой вот рационализации, которыми мы заменяем вот реальные какие-то свои поступки, которые могли быть очень хороши. Ну и, конечно, эмоции. Паника. Какое-то смятение. Решение, которое вообще нас вышибает просто из вообще жизни, решение вопросов уж точно. И когда-то мы скатываемся, можем там болтаться очень долго. Жалко к себе, знаете, такие, когда мы хотим плакаться очень сильно. И вот я думаю, что же на самом деле значит вот это какое-то умение решать свои вопросы. Знаете, я давно очень, очень давно, еще на первом курсе института, тогда были модные тренинги LifeSpring. Наверное, вы даже это большинство не застали. Там же есть последователи всякие. В общем, там эта тема часто поднималась. Такая, знаете, что я могу, там можно, грубо говоря, выйти на, в любой момент, ты можешь, как сказать, я могу сделать все. Как бы сдвинуться и понять, что я могу все, все сделать. Вот это не совсем так. То есть мне кажется, что это не так все-таки в реальности. Не может человек, знаете, вот так вот на одном тренинге за три дня, за полчаса взять там, полностью поменяться, решить все свои вопросы. Это работа. То есть умение решать свои вопросы – это процесс. Этому надо учиться. Это надо быть настроенным. И я постараюсь привести прямо примеры людей, которые, мне кажется, очень качественно как-то это делали. Я была вовлечена почти во все эти истории. И они на меня очень сильно впечатление произвели. И вот первая история – это, и вот такой, я бы сказала, фактор, который помогает решать важные вопросы. Это когда человек настроен на такой постоянный поиск вообще ответа, как это правильно делать, настроенность на это решение. Это не значит, что я бегу и начинаю делать сразу. Вот не всегда так получается. Но важно, чтобы это был фокусом внимания. Знаете, я этим летом была в путешествии в Сибири, была в гостях у одного известного предпринимателя Александра Кравцова в его таком городе, который они там построили между Томском и Новосибирском, Руян-город, на берегу реки Обь. И там были какие-то обсуждения, какие-то что-то мы там делали. А потом уже как-то делал, близилась вторая половина дня, и Александр сказал, а сейчас вечером мы все поплывем на ночной сплав по реке Обь. Люди, которые были вокруг, как-то никто сразу не высказал желание плыть в этот сплав. А как-то все сказали, Александр, ну как-то, может, нет, может, не надо. Это вообще большая река Обь, и его команда, кто был из экспедиции, начали говорить, у нас нет плота, не очень есть из чего его строить, у нас нет места, и вообще давай не будем, как бы в следующий раз. Я, например, сказала, что это страшно, слушайте, какая Обь, я реально просто боюсь, просто боюсь. Вы знаете, прошло два часа, за которые этот человек как-то поговорил со всеми людьми отдельно в основном, кого-то попросил, кого-то убедил, кому-то объяснил, кого-то вдохновил. В общем, я слышала, как он со мной, помню, как он со мной разговаривал, видела так еще пару, но всех не видела его таких вот взаимодействий, но в итоге, в итоге, все там 30 человек, которые были в 9 часов вечера, стояли на берегу реки Обь, абсолютно экипированные, готовые к этому сплаву, довольные, и вообще считая, что просто они этого и хотели сами. Вот реально, понимаете, на самом деле это был чудесный опыт вообще, было очень красиво, абсолютно безопасно, то есть все было очень хорошо. Человек, он понимал, что это правильно, он знал, он любит вообще речные все истории, он понимал, что это правильно. И я вот смотрю, как он там бизнес свой строит, я понимаю, что он вот такой подход, использующий много где. И он вот как-то правильно, спокойно, абсолютно не давяня на кого, как-то вот это все организовал и вовлек. Вот это мега-навык, которому прямо учиться и учиться. Вторая прекрасная история, включится, а вот это вот река Обь была, про действия, что важно все-таки действовать, конечно, да нельзя. Видите, у меня аструлок знакомый есть, который мне рассказывал прекрасную историю про действия, она к ней пришла девушка к вопросу выйти замуж, сказала, слушай, у меня что-то не складывается личная жизнь. И она как-то ей посмотрела, астрологические карты, сказала, ну вот в этом году как-то все может сложиться, или там в ближайшие месяцы. После чего эта девушка пошла, ну аля, заперлась дома, никуда вообще, перестала как-то общаться, сидела в своей квартире, там, не знаю, никуда не ходила. Пришла к ней через месяц и говорит, а где все, что было обещано? Ну, конечно, так нельзя, то есть, естественно, действовать все-таки нужно. И вот история, которая меня очень сильно впечатлила, не знаю лично этого человека, прямо если познакомлюсь, это будет очень здорово. Это история про женщину, которой, ну, минимум 75 лет, вот пожилая женщина из 100 кедров у меня называется так, эта история. У меня есть друг, у него есть мама, которой где-то 75 лет, которая в какой-то момент позвонила моему другу, говорит, слушай, мне газ приведут, на даче она живет, придут проводить газ в конце недели, нужно 200 тысяч рублей. Он сказал, мама, ну, конечно, я привезу, не вопрос, там, в четверг привезу. Следую, он опять звонит, говорит, не надо. Я решила вопрос, нашла 200 тысяч рублей. Он говорит, а как ты на даче, да, ты как бы, что ты сделала, дорогая мама? Он говорит, ну как? Ну, я подумала, позвонила племяннику, который там хорошо разбирается в интернет-сайтах, он мне сказал, на каком сайте, как это помог мне сделать. У меня было 200 кедров, которые мне в прошлом году на участке посадил твой брат. Я через этот сайт продала 100 кедров, люди приехали, увезли, заплатили мне 200 тысяч рублей, и все, вопрос решился. Там все произошло за три дня. Понимаете, эта женщина 75 лет. И он мне рассказывал, когда, он говорит, она всегда была такая. Она всегда была такая. За счет чего вот все ее дети, они, в общем, все предприниматели тоже. Потому что это, конечно, ну, как-то передается. И вообще предприниматели, честно говоря, это вот категория людей, у которых способности решать вопросы, они, на мой взгляд, выше так, среднего, если взять вот в целом нашу страну. Потому что на них не давит, меньше давит внешняя обстановка, чем, например, у людей, которые работают в больших корпорациях. Это вот, я прям хочу познакомиться с этой женщиной. Я думаю, что у нее очень многому есть поучиться. Третья история, это про то, что вот решение вопросов, оно проходит качественные вещи, оно проходит спокойно и внимательно. Знаете, вот эти вот такие вот возбуждать себя, такие, я могу, я сейчас сделаю. Это, вы знаете, это все не нужно. Не нужно, понимаете, не нужно. У меня вот один из лучших моих опытов, вот моей компании, какого-то такого прогресса вот в нашем бизнесе, поиска какого-то хорошего решения было, когда у нас там разные были компании много лет, несколько было этапов основных. Вот первым рекрутингом вообще изначально, подбором персонала занимаюсь. Потом у нас был консалтинг с аналитикой. И сейчас у нас вот концепция связана с таким созданием умных мероприятий, таких вот полезных, качественных мероприятий для людей, для HR-ов, для предпринимателей. И вот когда мы переходили от второго к третьему этапу, вот не все у нас гладко шло. Мы как-то все никак не могли понять, что-то не могли понять, в чем наша миссия, как вообще это сделать. Мы как-то искали продуктовую линейку, вот все это прямо как-то не получалось. И вот то, что мы смогли вот сохранять вот эту спокойную, эту внимательность, спокойствие, просто искать постоянно, смотреть вокруг. Мы, кстати, участвовали в много каких мероприятиях, внешних на тот момент. Это точно нам просто помогло и позволило создать вот ту миссию про создание вот этих умных мероприятий, которые всю команду сейчас очень вдохновляют. фотография в задумчивом состоянии. Еще одна история про то, что можно изучать как-то свои неудачи, потому что, опять же, неудачи будут. Вот тоже надо понимать, что никакой большой вопрос, он фактически не решается, знаете, так вот сразу, легко и беспроблемно. Это прямо так не происходит. И поэтому неудачи какие-то случаются. Здесь вот очень важно, чтобы было именно изучение этих неудач, а не впадать в отчаяние. Здесь у меня вообще максимально личный вопрос, потому что он связан с моей дочкой. Моя дочка, которой сейчас там почти два с половиной года, а тогда вот, когда случилась эта история, ей было около двух, полгода назад. Это не тряпочка, видите, это вот называется. Тема. У нее есть игрушка. Это такая тряпочка. Ну, правда, по-другому не знаю, как это назвать. Это такое полотенчико, тряпочка. И вот она так, знаете, любила делать, она так берет эту тряпочку, так расстилает на полу, ложится, и вот как-то это у нее какой-то вот такой процесс. Не знаю, ее типа спит, не знаю, что это. Знаете, очень, прямо любила это дело. И вот мы в какой-то момент идем с ней в гости. Берем эту тряпочку, потому что любимая игрушка, одна из любимых игрушек. А в гостях она выбирает место, где скользкий пол. Скользкий пол. И она вот начинает это упражнение свое. Она так берет тряпочку, так, хопс, ложила, расстелила, ложится, а пол скользкий, тряпочка вся скукожила, лично не получается. Они так смотрят. Ребенку два года. Что вот она делает? Что он делает? Она берет тряпочку, опять так делает, хоп, опять ее расстилает, так даже немножко разгладывает, даже немножко. Опять ложится, она опять скукоживается, понятно, ничего не получается, ничего. Сколько времени, сколько времени вот ребенок реально изучал вот этот процесс? Минимум полчаса. Минимум полчаса. Я ее не трогала. Она вот была, значит, в этом занятии. И остальные взрослые были реально удивлены, как можно вот так вот спокойно продолжать делать вот что-то, что как-то пока не получилось. Потом кто-то из взрослых, не я, кто-то сказал, Таня, можно попробовать на ковре? Она взяла тряпочку, принесла на ковер, расстилила на ковре, там же ничего не съехало, она легла, была довольна и заняла с чем-то другим. Но вот реально взрослые люди, они очень часто как-то вот такую вот способность так относиться к своим каким-то неудачам, они его точно теряют. То есть что мы делаем? Что я? Ну даже я, я достаточно спокойный человек, достаточно спокойный. Но даже я, если у меня что-то не получилось два-три раза, что-то, что я пытаюсь сделать, ну у меня точно это будет вызывать, ну хотя бы раздражение просто, да. Может, я не начну там ничем кидаться и что-то такое, ругаться сильно, но тем не менее это будет вызывать какие-то эмоции, и я точно не сделаю в итоге, что планировала. Вот, поэтому я очень многому учусь, у детей много чему есть поучиться, это правда абсолютно. Вот, и я вас приглашаю как-то подумать вот о том, какие вопросы из ваших вопросов сейчас являются действительно самыми важными. Потому что это тоже очень непросто сделать, да. Потому что необязательно эти вот, у нас вот все мечтают, что нам надо заниматься бизнесом, был в какой-то момент, да, что все должны быть предпринимателями, там. Нет, не все. Не все должны быть предпринимателями. Кто-то кому-то там надо делать что-то другое. И вот понять свои самые важные вопросы, как-то на них вот настроиться правильно, подумать о них вот так внимательно, спокойно, как-то понять, как можно к ним продвигаться. И вот можно сделать уже сегодня. Я вот приглашаю вас, начинайте решать эти ваши вопросы, использовать разные методы, нестандартные, возможно, методы, постоянно искать, смотреть вокруг, понимать, где ваши решения, настоящие ваши. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ